МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмас Ашим. Здравствуйте. Здравствуйте. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан только за 9 месяцев прошлого года вырос почти на 18%. В денежном выражении это составило 22,1 миллиарда долларов. Несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительный темп роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года отметил премьер-министр Казахстана. В Астане сегодня прошло очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. По словам Алихана Асмаилова, важное условие улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана предсказуемая прозрачная налоговая политика. Чтобы перезагрузить фискальное регулирование, разрабатывается новый налоговый кодекс. Он предусматривает переход к дифференцированным ставкам и упрощение специальных налоговых режимов. По итогам встречи пример подчеркнул правительство открыто к дискуссиям, рекомендациям новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня в Казахстане начнется предвыборная агитационная кампания. На внеочередных выборах депутатов Мажлиса зарегистрировались 7 партий. Народная партия Казахстана, Ахжол, Общенациональная социал-демократическая партия, партия Зеленых Байтах, АОЛ, Республика и Аманат. Всего ЦИК допустила на выборы 281 человека на 69 депутатских мандатов от партии. До 18.00 по закону идет регистрация кандидатов. Сами же выборы депутатов Мажлиса и Маслихатов стоят с 19 марта. Накануне 18 марта по всей республике будет объявлен День тишины. Каждую неделю в области Абай проходят сельскохозяйственные ярмарки. Нынешние выходные не исключение. Сегодня свою продукцию в Семей привезли аграрии Бескарагайского района. С ассортиментом познакомилась наша корреспондент. Субботнее утро в Семей отличный повод посетить рынок, чтобы закупить недорогие продукты непосредственно у самих сельхозтоваропроизводителей. Сегодня здесь свою продукцию представили фермеры Бескарагайского района. В общей сложности на ярмарку привезли 4,5 тонн сельхозтоваров. Это говядину, конину, баранину, рыбу разного вида и колбасные изделия. Всего было предоставлено 4,5 тонны сельскохозяйственной продукции. Из них 2,6 тонн мяса говядины, 1100 килограмм конины, 300 килограмм баранины, 400 килограмм молочной продукции, 100 килограмм колбасных изделий и солонины разных продукций. В среднем цена на говядину и на баранину 2100, на конину 2400. Данная цена является приемлемым для населения, для жителей города, семей. Настроение горожанам создают творческие коллективы Бескарагайского района. На территории рынка для посетителей организована концертная программа. Но главное это то, что народ идет сюда из-за низких цен. Ведь на ярмарке стоимость товаров ниже рыночных на 15-20%. Стараюсь только мясные продукты брать здесь, с этого ряда. Девчонки продают свои продукты, с своего хозяйства. Цена меня устраивает. Все время у них мясо хорошее и жирное. Как только пенсии получаем, сразу приходим на этот базар. Базар очень хороший, выбор очень хороший. Допустим, мы вот взяли козы по 2700 взяли, нормальная коза. Нам все нравится. Отмечу, сельскохозяйственные ярмарки в семей проводятся каждые выходные. Всего по области было организовано уже 140 таких мероприятий. Проводить ярмарки в городе планируют до июля. А с темы тешим, Медитверханов, Хабар, 24, семей. Экологичное, безопасное, устойчивое сотрудничество в области сельского хозяйства между Китаем и Центральной Азией в постпандемийный период обсудили в Циндао. Там в рамках форума индустриально-инвестиционного взаимодействия Китая и Центральная Азия прошла панельная сессия, посвященная аграрной отрасли. На ней представители компании и госсектора шести государств говорили о том, как благоприятно развивать сотрудничество. Озвучивались проблемные вопросы, к примеру, недостаток мощности по хранению и транспортировке зерна и пути их решения. С казахстанской стороны представитель профильной компании ознакомила гостей с текущей ситуацией и планами по расширению экспортных позиций нашей страны в КНР. На мероприятии провозгласили создание альянса по развитию сельскохозяйственной промышленности Шанхайской Организации Сотрудничества. Параллельно проходили сессии по трансформации энергоотрасли и промышленному интернету. Казахстан – самое крупное государство, не имеющее выхода к морю. Страна имеет большой потенциал в инвестировании в сельское хозяйство. В прошлом году мы ездили в Казахстан, изучили проекты в области сельского хозяйства. На сегодняшнем форуме я получил более подробную информацию. Наш проект направлен на экономию воды при орошении, улучшение благосостояния сельских жителей и повышение добавочной стоимости сельхозпродуктов. Очень надеемся на будущее сотрудничество. Наша компания занимается производством умного оборудования для хранения энергии солнца, ветра и воды. В Китае такой способ хранения энергии очень развит. Технология управляется через интернет. По сравнению с обычными батареями, это более дешевый и низкоуглеродный способ. Мы сегодня прибыли на этот подфорум, чтобы узнать больше о ситуации в энергетической отрасли стран Центральной Азии. Рассматриваем этот регион как перспективное направление. Необычное и полезное хобби у Аксакала из Караганды. 85-летний Астаби Булханов – таксист-альтруист. Бесплатно возит горожан по делам на своем полувековом автомобиле. Об этом человеке, кому старость в радость, Марин Золотарева подробно расскажет. Ретро-таксист – местная знаменитость, как и его антикварный автомобиль. Старенький «Жигули» служит Астаби Булханову уже больше 50 лет. Состояние остального партнера он может определить на слух и всегда успевает вовремя подлечить. Поэтому и мотор заводится с первого раза, и серьезных поломок практически не бывает. Астаби Ага всегда можно увидеть во дворе. То снег чистит, то с машины возится. У нас остановка очень далеко от дома. Когда бураны и морозы, дойти до нее невозможно. И такси сюда не хотят ехать. На помощь всегда приходит Астаби Ага. Мы предлагаем деньги за проезд, но он категорически отказывается. Что говорить, благородная натура. На девятом десятке Аксакал за баранку держится крепко, почти 70 лет за рулем. Ему даже довелось поводить машину с деревянной кабиной. Большую часть свободного времени проводит в автомобиле. Благодарность клиентов – моя зарплата, шутит Аксакал. С молодостью люблю помогать людям. Это, можно сказать, мое хобби. Водить обожаю, и с людьми пообщаться приятно. Если я в день хотя бы круг не сделаю, то день не удался. А машина хоть и старая, а уже родная. Семья много раз порывалась подарить Астаби Аге новый автомобиль. Друзей не предаем, даже стальных, отговаривается Аксакал. По профессии он механик, поэтому всегда может сам починить свой раритет. Жигули первого выпуска, прозванные в народе «Копейка». Марина Золотарева, Зарина Зупыхар, Караганда, Хабар, 24. Международным новостям 6 человек погибли при массовой стрельбе в США. Произошло это в сельском поселении штата Миссисипи. Вооруженный устроил стрельбу в нескольких местах. По словам местного шерифа, убиты жена нападавшего и еще 5 человек. Подозреваемого задержали. У него изъяли дробовик и два пистолета. О мотивах пока неизвестно. Всего с начала года в США произошло более 70 случаев массовой стрельбы. В Болгарии обнаружили тела 18 нелегальных мигрантов. Они находились в грузовике, припаркованном недалеко от болгарской столицы города София. Среди погибших один ребенок. По данным МВД, всего в грузовике находились 40 человек. Их гражданство не сообщается. Люди были заперты в потайном отсеке кузова. Вероятно, последние дни они не ели и не пили. У ряда спасенных мигрантов есть ссадины и другие ранения. Водителю грузовика удалось скрыться. Его объявили в розыск. Отмечу, контрабандисты доставляют нелегалов Европу из Ближнего Востока и Афганистана через территорию Болгарии. В 2015-м в Австрии в грузовике обнаружили тела 71 мигранта. По данному факту осудили трех болгарских водителей. Еще одного выжившего в Турции нашли живым. Его удалось спасти спустя 11 суток после разрушительного землетрясения. В центре Хатая пожарные вытащили из-под завалов 40-летнего Хакана Ясиноглу. Отмечу, некоторые из международных спасательных групп завершили свою работу и вернулись обратно домой. По словам экспертов, большинство выживших обычно находят в первые сутки после стихийного бедствия. Тем не менее, напомню, после землетрясения на Гаити в 2010-м году девочку спасли спустя 15 дней. Поэтому в Турции специалисты не теряют надежды и продолжают поиски. По официальным данным в стране от землетрясения погибли уже более 38 тысяч человек. Есть вероятность роста численности жертв, поскольку в результате катастрофы разрушено почти 264 тысячи квартир. Многие жильцы числятся пропавшими без вести. В соседней Сирии число погибших более 5 тысяч 800 человек. Свыше 5 миллиардов долларов потратит Австралия на строительство олимпийских объектов в Брисбене. Среди них стадион рассчитанный на 17 тысяч мест, Брисбен-арена. И кроме того, финансирование получит еще 16 спортивных площадок. Напомню, летняя олимпиада 1932 года пройдет в австралийском Брисбене. Решение было принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Отмечу, Брисбен станет третьим австралийским городом, принявшим летние олимпийские игры после Мельбурна в 1956 и Сиднея в 2000. Компанию Tesla обязали отозвать более 362 тысяч электромобилей в США для обновления бета-версии программного обеспечения. Оно выполняет функцию автопилота. Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что система работает неадекватно и может привести к авариям. Тесты показали, что система автономного вождения позволяет электромобилям превышать скорость, а также проезжать перекрестки непредсказуемым образом. Отмечу, руководство Tesla не согласилось с утверждениями регулирующего органа, однако все же решило отозвать автомобили в качестве меры предосторожности. Я не слышала об этом, но понятно, что при внедрении чего-то нового будут и промахи. Тогда производитель заберет это и попытается улучшить. В целом, автопилот – хорошая идея. Производитель просто еще раз поработает над этим, и технология станет еще совершеннее. На этом мы закончим, но немного позже вернемся. До скорого. Продолжение следует...